Струковский сад или струкачи, как в народе называют этот парк самарцы, это любимое место отдыха горожан. После недавней реконструкции здесь стало еще приятнее проводить время. А в этом году появится памятник, посвященный военному композитору Илье Шатрову. История написания знаменитого на весь мир вальса Шатрова какое-то время была полна загадок. Споры о том, в каком городе композитор его написал, не утихают и ныне. В Самарской губернии Илья Шатров прожил 20 лет, но потом уехал жить в Сибирь. До самой смерти он дирижировал военным оркестром. Но проявил себя Илья Шатров не только как композитор. Он принимал участие в боях. Идею установки памятника Шатрову в Самаре обсуждают с 2014 года. Если мы говорим о военных маршах и вальсах, о военно-оркестровом деле, то на память сразу приходят три музыкальных произведения, которые давно уже вошли в отечественную и мировую классику. Это «Прощание славянки», это «На сопках Манжури» и это «Амурские волны». И, конечно же, обладая таким огромным культурным потенциалом, прошлым, таким пластом, мы не можем это не использовать. Сегодня уже точно решено новому монументу в Струковском саду быть. Памятник воздвигнут за счет частных средств. Чтобы выбрать достойное место, Струковский сад проинспектировали глава Самары Елена Лапушкина и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Вариантов пока несколько. Для каждого составлен свой план-чертеж. Но беседку решили оставить для свадебных фотосессий, а фигуру композитора определить в другое место. Монумент Ильи Шатрова украсит площадку с качелями неподалеку от входа со стороны улицы Вилоновская. Летом именно здесь вальсируют пары. До 5 апреля продлится конкурс на поиск проектировщиков. В конце июня должны определиться с окончательным проектом. Возможно, рядом с памятником будет звучать музыка. Или же его украсит подсветка. Установить скульптуры хотят уже ко дню города в этом году. Мария Левина, Константин Головин, Максим Гусев. События.